Ребят, всем доброе утро! Всем привет, ребят! У нас сегодня на завтрак. Ну, как бы уже почти обед, но очень поздний завтрак. Пицца и чай. Камера сходит с ума опять. Это не камера, а стабилизатор. Что с тобой? Я не понимаю, что с ним. Видать, его нужно что-то настроить. Я, в общем, позже разберусь, что с ним не так. В общем, он что-то оглючит. Пицца, что у нас за пицца? Пицца полезная, с брокколи и сама база тоже со шпинатом. Вкусно, полезно. Что-то так кушать хочется. Сейчас уже пойдем. Я тут, это, пока пицца готовилась, короче, решила поубирать, помыть холодильник. У меня уже все продукты, которые мы не едим, которые уже просрочились. Очень удобно, кстати, когда-то взяли пища. Да, и сыр у нас там, ну, такой для салатов, который... В основном те продукты, которые я раньше могла есть, а сейчас не могу. Вот, помыла эти ящики с овощами. Можешь пока нести все в этот зал, я сейчас тут все разберусь. Ага, вот, кстати, торти, которые мы вчера рассказывали, он уже красивенький. Единственное, то, что сверху, видите, он не особо гладкий, потому что его, когда везли, прислонилась фольга к верху и как бы испортилась... А там был глянцевый. Да, был глянцевый, очень крутой и очень вкусный при этом. Ладно, я сейчас все отнесу и будем кушать. Мы, наконец-таки, подключили телевидение и смотрим дачный ответ. Мы уже позавтракали и сейчас Ваня будет вычесывать пусяшу. Так, я, наверное, сейчас поставлю на паузу, потому что отвлекает. Вот, и пусяша прям попросилась, чтобы ее повычесывали. Она давай мяу, Ваня ее гладит, она запрыгнула ему на колени. Короче, и мы поняли, что да, нужно вычесать нашу красавицу. Давно мы не вычесывали? Да, давно, наверное, около недели мы ее не вычесывали. Ой, ты посмотри на эту довольную морду. Довольная морда. Мордашка довольная. Довольная. Это что такое, пума? Что это? А против шерсти можно ее вычесывать? Не, не. Ей не нравится против шерсти. Ну, развернитесь, женщина, полосатая. Еще потом вот этой штукой тоже нужно повычесывать. Она очень, вот это вот, очень хорошо вычесывает. Именно под шерсток очень хорошо. Сейчас она в камеру сфокусируется. Вот эта штука шла в наборе с перчатками. Да, что-то стабилизатор дергается. Ну, он сейчас здесь не начнет дергаться. Надо, чтобы ты его, это, посмотрел, что с ним не так. Вчера все нормально с ним. Да. А может он разряжается? Я поставил, он заряженный. А, он заряженный? Угу. Окей. Ой, что там у нас на улице происходит? На улице у нас небо затянуло. Прям утром, когда мы проснулись, было так ясно, солнечно, прям даже жарко. А сейчас ветерок, тучи, что-то детей стало меньше в парке. Разбежались, все разошлись. Еще тут полиция ходила, не знаю, может что-то случилось. Прям 4, по-моему, или 5 полицейских тут было в парке. Стабилизатор очень странно работает. И я сейчас просидел, не знаю, наверное, часа полтора, пытался обновить прошивку. Там все так настолько заморочено, что это жесть. Я в итоге смог все сделать. То есть на ней все драйвера, подключить стабилизатор. Увидел, что стоит последняя версия прошивки. То есть там третья бета-3. То есть это не стабильная версия стоит. Вот, не знаю, возможно, проблема в этом состоит. И, в общем, я вам сейчас включу кусочек видео, которое я заслал, которое заснял, которое я сейчас хочу послать в компанию. Сказать, что что за дела. Великолепно! Великолепно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok стабилизатору два дня он не на работу вчера я допустим когда снимал работал все супер потом один момент мы когда сидели в кафешке я начал снимать она как-то странно начал дергаться думаю ну глюк какой-то выключил включился заработал сегодня он вообще отказывается работать я его включаю он сразу начинает хрустеть я за ручку держу чувствую такой хруст такой дергание а потом начинает просто или отключается или начинать дергаться в общем фиг его знает напишу посмотрим что они ответят и вам обязательно расскажу но конечно садак неприятный учитывая то что я изначально знал что эта компания не особо известна и был готов к этим проблемам так что вот с ними и столкнулся надеюсь что это не просто или брак попался или версия прошивки просто нестабильная нужно установить какую-то другую я в принципе это сам смогу сделать если нужно только поменять прошивку то я все сам смогу сделать если же это какой-то не программные не программная проблема то конечно же папа пандос я пока отправлю на около дней трех-четырех будет туда идти потом обратно будет также идти если не сразу стучит обидно 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 сейчас снимаю на штатив поставил штатив он тоже вроде нормально не так дергается жить я достал windows потому что нужно было подключать стивилизатора через ноутбук сижу себе пишу сообщение чтобы отправить и о боже смотрите кто ко мне пришел тут ошибка прикидывайте достал компьютер ноутбук которым нисколько времени не пользовался и он заглючил слушайте ну техника она не любит по одному умирать они любят прям стадом я думаю это ничего страшного наверное но неприятно синий экран это никогда не не хорошо мне сегодня везет и мы сейчас направляемся в русский магазин а что нам мы вчера забыли совсем туда заехать но ничего поедем сегодня ага благо что воскресенье русские магазины работают мы уже приехали в барселону мы сейчас находимся на пасе ланейте это зона позже моря барселоны и здесь наш любимый русский магазин который называется мини микс супермаркет он и по воскресеньям открытый почему мы любим ездить именно в этот магазин потому что здесь очень хороший выбор и цены хорошие и с просрочкой здесь проблем никогда нет потому что других русских магазинах очень часто нужно смотреть на срок годности потому что очень часто плохие продукты а в этом магазине нет так что идет на тележку вообще что мы сюда приехали нам здесь нужно купить гречку какую же мы все ковремя гречку то брали просто здесь много всякое разное и не помню как мы покупали мне кажется вот это это она чистенькая можно попробовать какую-нибудь другую на самом деле сколько она стоит гречка смотрите 800 грамм 3 евро 29 центов есть вот это вот 900 грамм за 2 75 мы вот это брали мне кажется а еще нужно перловка потому что я хочу ссорить рассолить рассолить не завезли наши любимые джин и теперь просто магазине подать с россией тащить можно уже не нужно нам в баночках не нравится просто как-то варенье неудобно это раз выдавил и класс вот он здесь стоит по 230 круто это круто все мы закупились перейдем домой уже покажу все что мы купили все взяли вот такую вот булочку с маком в общем здесь домашняя выпечка еще в этом магазине продается короче сейчас будем ехать домой и поедать это вкуснятина уже вернулись домой делаю вами кофе в общем что мы купили в в русском магазине селедушку потому что обычную селедку вот именно малосольная да это селедка мариновая не знаю в испании нету нигде поэтому мы покупаем селедку в русском магазине копченая скумбрия тоже только в в русском магазине взяли такой вот чай нули черная смородина очень вкусный а понятного крем это мы уже вам показывали джемы фруктовые взяли сметанку 25 процентов эти консервированные помидорки небольшую потому что испанский творог не сравнится с творогом который я наш у нас очень нравится и ваня набрал себе еще сырье кофе с сгущенкой и кому интересно вот это все мы купили на тридцать два евро сорок шесть центов катя мечтал готовить кофе налог не 10 процентов а 4 смотри на на кейс 4 процента да на творог всего лишь 4 процента и на вот это 4 процента ну а вот смотри бойца на пакет 21 процент налога потому что пакет это не продукт на элементах и продукты питания мы только что посмотрели фильм во власти стихии неплохой фильмец про то как ушли плавать в море точнее в океане и случилась катастрофа и в общем там как на реальных событиях но может похоже фильмы смотрели они интересны на их очень много похожи этот один из тех которые смотришь интересно хочется узнать чем закончится все но мне в этих фильмах очень нравится обычно развязка когда вот происходит когда человека встречают в этом в этом фильме это немножко как-то не очень сделано но они обычно всегда на этом заканчиваются просто это бывает очень как-то радостно показывают а в этом фильме радости какой-то не было ну да естественно понятно что человек спас и иначе бы эту историю бы некому было бы рассказывать так что это не спойлер это такой тип кстати насчет компьютера он в общем не включается этот синий экран бесконечно повторяется то есть как цикл он включается выдает ошибку за мной загружается так бесконечно в общем надо windows восстанавливать что-то делать мне вообще не хочется этим заморачиваться но я понимаю что это нужно сделать потому что иногда нужен компьютер на windows вот как сегодня например с драйверами можно было на windows катя сейчас будет кушать яблочко запеченное вкусно да да точно мы тут чай пили с печеньками очень вкусно еще малиновый обалденно вот этот раз почему-то он не взял этих апельсиновый взял ну апельсиновый больше нет тебе больше апельсиновый нет тебе больше апельсиновый? ну давай сделаем эксперимент встречаем новой год в сентябре рано ты думаешь? тогда к декабрю ты точно не сожгешь выемку ладно пойдем прогуляемся на балкон ну что может еще один фильм посмотрим? то уже поздновато можно? угу мне завтра нужно в сабадель ехать перед работой аааа тоже мне раньше вставать надо завтра ребята Ваня мне тут соорудил такую шикарную селфи палку пока решается вопрос со стабилизатором в общем Ваня изменил концовочку по многочисленным просьбам да по многочисленным запросам, просьбам и комментариям заставочка концовочка точнее изменена вот и Ваня сейчас будет монтировать влог мы собираемся с вами прощаться вот такой вот у нас воскресеньица домашняя получилась кстати я сварила рассудник сейчас вам покажу мы что сегодня вообще ели я рассудник сварила боже первый раз в жизни я никогда этот суп раньше не варила это было впервые и он получился у меня очень вкусный сейчас вам покажу я сегодня как селедки да Ваня сегодня селедочку кушал с картофелем я небольшую маленькую кастрюльку сварила вот как он выглядит но я такую большую тарелку съела потому что нереально сильно его хотела вот он еще не уже можно убирать его кстати в этот в холодильник да да уже прохладно да уже можно убирать даже это можно вот еще я поставила в отражении видно твою селфи палку классно видно в отражении? да видно шикарная шикарная селфи палка еще я поставила размораживать рыбку и завтра хочу приготовить рыбку в кляре еще я поубиралась в холодильнике и теперь такое ощущение что у нас в холодильнике вообще ничего нет и что у нас хорошее ощущение нечего есть в двери там много всего так сейчас я двоевкой вот получается что я все поубирала у нас там тортик это я завтра хочу сырнички приготовить здесь 2 яблочко осталось там картофель вареный селедку утрывания не доел и здесь вот собственно это здесь 2 несчастные помидорки здесь лук чеснок и морковь а здесь у нас да дверь у нас забита конечно всякой всячиной оливки соусы разные соки я обожаю сейчас вот этот сок он очень быстро заканчивается в магазинах так что да и вот джемы наши и я по отражении окна ну что все пойдем вы где в зале да цветочки пахнут я убрала бумагу поменяла воду ого завтра кстати тоже завтра надо опять водичку поменять какие красивые а вот эти уже разваливаются а там были одни закрыты вот закрыты которые были они открылись а вот они открылись и такие прям сочные да вот с этой стороны есть сухие тут до сих пор есть одно закрытое но кажется оно уже не откроется оно уже да не откроется но все равно круто завтра поменяем водичку переберу ну может какие-то плохие вы выберут цветочки ой ладно все ребята я пошла умываться и собираться ложиться спать потому что а куда ты пошла а куда давай камеру я пошел ну ладно все всем спокойной ночи все всем пока пока назад 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 а